Эврика 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 Будем надеяться Что и люди помогут В этом случае Мы прежде всего Рассчитываем на помощь властей Неборщие не прокиснет В этой заметке Дана проблемная тема связанная с доставкой газеты «Эбрикан» и вообще подписной печатной прессы на дом к нашим жителям. Да, действительно, Казпочта не очень торопится приносить газеты на дом. И вот жительница «Актобе» обратилась в редакцию, что в тот день, когда газета появляется в продаже, она не приходит к ней домой. И хотя Казпочта тут же буквально в этот день не справилась, но тем не менее газета спрашивает сейчас у наших подписчиков, если у вас тоже возникает такая ситуация, если вам не приносят вовремя газету, то, пожалуйста, сообщайте об этом в редакцию и будем воздействовать совместными усилиями на отделение Казпочты. Их надо штрафовать. В этой небольшой заметке рассказывается о том, как проходил отчет Акима города Ильяса Испанова и как отреагировал на то, что сейчас в городе происходит Аким области Бердбекса Парбаев. Тоже подробности здесь прочитайте в этой заметке. Конечно, состояние города в эти весенние дни у всех вызывает очень большую озабоченность. И мы, конечно, надеемся, что буквально неделя пройдет, и ситуация изменится. Но а пока Батыст-2, Кирпичный, Жилянка, Сан-Кибай-Батыра – это те окраины города, те как раз места, где основное сейчас скопление воды. Эти талые воды заполняют и подвалы домов, и на улице проехать негде. И, конечно, очень многие горожане ждут сейчас, что Акимат примет какие-то срочные экстренные меры. До свидания, наш вкусный барашек. Название такое несколько ироничное, а на самом деле содержание весьма серьезное. Связано оно с тем, что с 27 марта несколько видов продуктов исключены из числа социально значимых. То есть правительство решило, что необязательно следить за ценообразованием на эти продукты, то есть необязательно их сдерживать. И там оказались не только вермишель и овсянка, и свекла, но еще и такие важные все-таки продукты для нашего стола – это чай и баранина. Еще вообще жителей Казахстана невозможно представить. И, конечно, у нас есть подозрение, что как только их перестанут мониторить, как меняются цены, так известно, в какую сторону эти цены будут двигаться. Марафон грамотности «Как пермь стала пермью». Здесь газета «Эврика» рассказывает о том, как принимало участие практически в полном составе журналистское братье нашей редакции вместе с корректорами в «Тотальном диктанте». Впервые в нашем городе проходил «Тотальный диктант». И вот свои наблюдения, свои впечатления журналисты излагают в этом материале. Участвовало людей много, но итоги мы узнаем не скоро, только после 20 апреля, когда все работы перепроверят в Новосибирске. А именно с Новосибирска «Тотальный диктант» когда-то и начинался. Хочу обратить ваше внимание, что в газете сегодня опубликована схема нового автобусного маршрута. 52-й автобусный маршрут, он принадлежит новому перевозчику, то «Шелковый путь». И в данном случае автобус будет следовать, можно сказать, из одного очень заброшенного района, где мало общественного транспорта, в центр города, потому что БСМП, больница скорой помощи и гормолзавод – это два района, которые между собой были связаны только с пересадкой. Эту схему, кстати, можно себе вырезать и куда-нибудь приклеить. Конечно. То есть я думаю, что для жителей района гормолзавода и авиагородка это будет очень хорошее подспорье для того, чтобы добраться до других районов города. В подготовке к невозможному, так и заглавила свой материал Ксения Вишенина, и здесь еще раз дается информация о том, что же ждет наших выпускников школ. В 2017 году те выпускники, которые, наверное, уже с первого класса готовились к ЕНТ, оказались перед новым выбором экзаменов. Новый для них это будет выпускной экзамен в новой форме, и хотя они по-прежнему тесты какие-то покупают, тестники заполняют, пытаются готовиться к этому экзамену, а на самом деле никто не знает, что будет в реальности и какой будет ЕНТ при поступлении в ВУЗы. Также, конечно, вы увидите страницу «Приемный день», и на этой странице подборка материалов, которые газета нашла в социальных сетях. Здесь есть информация о том, что будет, какие события, и еще и рубрика «Осторожно, контрафакт», которую газета ведет уже несколько месяцев вместе с Департаментом юстиции. И здесь дается информация о подделках, о тех товарах, которые могут оказаться на прилавках и нанести ущерб кошельку жителей нашего города и области. В других книжках «Золотая середина» и «Смотри-ка» вы тоже найдете много интересных познавательных материалов, но я могу вот отметить только большое интервью с космонавтом Георгием Гречко. К сожалению, буквально вот вчера с ним простились. И с ним же ушла, можно сказать, часть Великой Эпохи. Это один из первых космонавтов, человек с очень интересной судьбой. В 2010 году он был в Ак-Тубе, и он дал интервью редактору газеты Виктору Герберу, и в этом номере в память о великом человеке это вновь интервью опубликовано. Очень много интересных здесь моментов раскрывает. На 2-й странице газеты «Эврика». Это не все материалы. Это далеко не все материалы, но все, что вы найдете в газете, вы сможете прочитать. И так каждую неделю будьте всегда в курсе того, что происходит. На этом мы завершаем нашу программу. Всего доброго. До свидания. Спасибо.